Каждый день в 10 часов утра волонтеры ресурсного центра добровольчества ЧАЭС приступают к обработке заявок, поступивших на телефон горячей линии Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Заявка от вас поступила по поводу продуктов. Говорите, что нужно купить. Заявки оставляют в основном пожилые амичи. Представитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей по телефону составляет список необходимых продуктов и лекарств. Сегодняшний наряд – 13 заявок. Распределением занимается руководитель отделения Александр Пономарев. Это вот тебе. Вот тоже сейчас готовьтесь отца, но сейчас Сергей скажет, что как. Капуста, картошка от 3 до 5 килограммов. Вода 2 литра. Подешевле негазированную. Краткий инструктаж. Волонтерам передают все пожелания по закупкам и дополнительной помощи. Просят, например, вынести мусор. В среднем по 10 добровольцев каждый день отправляются на задание. На сегодняшний момент у меня 3 заявки. Продуктов достаточно много. Работать мы будем около 2 часов. Где-то от 8 до 20 заявок в сутки мы выполняем. Успеваем как-то выполнить все за один день. То есть заявок не копим. Люди работают каждый день. Если с утра, то они где-то с 10 часов начинают возить до часу, до двух дня. А потом вторая группа может до 8 вечера работать, до 9. Ну, в зависимости от того, как мы выполним эти заявки. Юрий уже год учится на спасателя в региональном отделении Всероссийского студенческого корпуса. В этом году планирует пройти аттестацию на аварийно-спасательные работы. Сейчас, в период пандемии, занимается другой, не менее важной миссией – помогает пенсионерам. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. Вас беспокоит доброволец Юрий. Мне бы хотелось уточнить. Нету карася желтого. Есть обычный карась. Хорошо. Девушка, извините. Мне бы карася покрухнула. Так, что вы за пакетик? Спасибо. Благодарю. Вам спасибо. Продукты строго по списку закуплены, и Юрий отправляется к 80-летней Людмиле Алексеевне. Здравствуйте. Куда вам поставить или... Давайте я возьму. Возьмете? Тяжело. Угу, спасибо. Еще надо мусор выкинуть. А в это время в больницах Хомска волонтерскую помощь оказывают студенты-медики. В городской поликлинике номер 4 работают на добровольных началах учащиеся медуниверситета. Они измеряют температуру на входе, помогают в регистратуре и на приеме у врачей. Параллельно с основным функционалом распространяют листовки с комплексом дыхательных упражнений регионального социального проекта «Вдох жизни». В первую очередь это помощь в такое трудное время, потому что сразу было понятно, что врачам нужна помощь, и также нужна эта помощь пациентам. Каждый день к нам обращаются благодарные пациенты, которые очень рады, что мы у них появились. В период пандемии работа волонтеров всех сфер, особенно медиков и спасателей, крайне важна. Ресурсный центр добровольчества ЧАЭС в этот период – один из основных в регионе штабов поддержки волонтеров. О его возможностях говорили на встрече министр по делам молодежи Дмитрий Крикорьянц и глава Министерства региональной безопасности Андрей Кондин. Александр Пономарев организовал гостям небольшую экскурсию по центру и рассказал, чем живут волонтеры. Мы ознакомились с работой ресурсного центра бюджетного учреждения. Особое внимание обратили на работу отряда союза спасателей, это добровольцы наши, которые и являются профессиональными спасателями, которые реально участвуют в спасении людей. Кроме того, их деятельность охватывает и воспитание молодежи. То есть они, эти добровольцы, союз спасателей, обучают молодых людей спасательному делу, что очень важно для нас. И это мы работаем в рамках поручения губернатора о развитии добровольческих спасательных отрядов. Благодаря проекту «Социальная активность», входящему в нацпроект образования, год назад отремонтировали помещение ресурсного центра добровольчества ЧАЭС. Приобрели технику, оснастили также необходимым его муниципальные филиалы. Та возможность помогать людям, мы вот в этом сложном году увидели действительно ресурс волонтерского движения, добровольчества. Это и федеральная акция «Мы вместе», которая позволила помогать пожилым людям, людям нуждающимся в помощи. Это вот как раз то поле деятельности, которое предполагает волонтерство и добровольчество в непростых условиях. То, что мы знали всегда, что есть этот ресурс, вот сейчас мы нашли ему конкретное применение.